Всем щербет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре часики, ну не сказать, что дорогие прям лакшери, но достаточно интересные и при условии, что на них бывают различные довольно-таки неплохие скидки, можно урвать прикольный аксессуар на лето под шортики, ну если G-Shock уже надоел и Casio. Это типа фэшн-бренд, насколько фэшн, в общем понятно, Goodyear изначально выпускает, насколько я знаю, автомобильные шины, обувь, что-то еще, какие-то аксессуары, и вот у итальянского, тоже не очень дорогого бренда Guardo, они якобы заказали линейку часов, то ли дизайн, то ли что-то, в общем я даже не хочу в этом копаться, давайте посмотрим, что эти часы из себя представляют. Понимаю, что некоторые из вас, наверное, напишут, а-ля я не хочу, чтобы у меня на часах была такая же надпись, там как и на трусах, типа Gucci или что-то еще, меня, честно сказать, это абсолютно не парит, поэтому поехали. Коробка, как для часов не очень высокой ценовой категории, качественная и прострочка такая, ровненько все, конечно, это скорее всего не кожа, какой-нибудь кожзам, но тем не менее, вот в Ашпе никаких вопросов нет, все так классно. Учитесь, Кассио, учитесь, Ориент, потому что вы, вот эти квадратные, картонные, самые дешманские коробочки, я понимаю, что можно сказать, что а-ля, там все качество идет типа на часы, а на упаковке они экономят. Нет, ну, теми объемами и масштабами, которые они заказывают, эти упаковки, опять же, где-то в Китае, можно было бы потратить на 2 копейки больше и сделать что-то приличное, а не картонную какую-то шляпу. Кстати, Ориент до недавнего времени вообще продавались без коробок, просто. Хочешь, тебе там эта фирма даст какую-нибудь свою картонную самую простую коробочку или вообще пакетик целлофановый. Вот такие вот часики на подушечке, есть много разных дизайнов у них, в основном все такое более брутальное, большое, модное, стильное и молодежное. Что интересно, что данные часики обладают механизмом Seiko Epson, здесь внутри японец, а это значит, что работать он будет долго и никаких проблем с этим не возникнет. Вот тут же прямо мы видим, что секундная стрелка бьет чуть мимо меток, как правило, на половине мимо, а другая половина она уже выравнивается, может и не выравняется. Но это проблема у очень многих часов в кварцах, объясняю почему. Механизмы одинаковые, корпуса и длина стрелок разные, и очень тяжело сделать так, чтобы вот прямо везде метки попадали. Это если часы делаются конкретно, вот механизм под конкретную модель часов, тогда да, там все четко. Но вот в таких вот моментах мне многие пишут, что это, мол, за Швейцария такая, TISO Classic Dream, самая их бюджетная линейка, что там в метки не попадает. Вот у меня на какой-то старой кварцевой молнии попадает. Ну, ребят, ну, я вас умоляю. Так только пишет тот, кто вообще не врубается. Но если для вас это критично, если вы вот испытываете от этого какой-то когнитивный диссонанс, не заказывайте часы через интернет. Придите в магазин, выберите те, у которых стрелка бьет в метки, и покупайте их. Но у нас же нет, у нас закажут, закажут откуда-то с Алиэкспресса, да, и потом возмущаются. Ну, в общем, циферблат. Ой, не дозакрыл попугая в ванной, и вы слышите подлый чекчирик. Циферблат здесь довольно-таки интересный, накладные меточки у нас. Надпись Goodyear, несмотря на то, что он похож на хронограф, вот эта вот вся концепция, да, то это не хронограф, друзья. Верхнее окошко на 12 часах у нас показывает день недели. Мы видим Sunday, Monday, Tuesday и так далее. И вот этот пушер просто переключает, когда мы настраиваем день недели. И нижнее окошко у нас показывает число. На нижнем окошке довольно-таки проблематично увидеть число, потому что там цифры метки мелкие. И плюс еще вот, как сейчас бывает иногда, минутная или часовая стрелка закроет, вообще беда. В общем, это больше для галочки, но тем не менее выглядит прикольно. Светонакопителя здесь, по-моему, нет у нас. Ну, вот не помню, то ли это белая краска внутри стрелок, но это не суть важна. Стекло здесь минеральное, корпус из нержавеющей стали. Кожаный вот такой брутальный с клепочками ремешок и защита вода. Защита 5 атмосфер. Бакли здесь довольно крупная, в таком панираевском стиле, да, с надписью Goodyear. В общем, ребят, что можно сказать? Часы недорогие и часы, ну, как бы рекомендовать их как одни-единственные на всю оставшуюся жизнь, конечно, нельзя. Потому что это фэшн-часы, понятное дело. Вот даже написано Science 1898. Но это они не часы с того времени выпускают, а вот шины или что-то там такое. 5 атмосфер, стейнлестил и закручивающаяся, кстати, заводная крышка задняя, что довольно-таки приятно. В общем, вот такие часики. Недорогие, нержавейка, минеральное стекло, японский механизм. Сборка, ну, в принципе, неплохая. Каких-то явных косяков я у них не увидел. Чтобы там были что-то кривое, залапанное, сделано. Довольно-таки все прилично. И если вы хотите чего-то новенького, опять же, как альтернатива каким-то дешевым Casio с силуминовым, либо пластиковым хромированным корпусом, ну, чуть, может, дороже там на 10 баксов. Опять же, при условии, что вы встрянете в скидки. Без скидок я бы не покупал, потому что они там около 80 баксов что-то получаются. Может, 70, может, 80. Ну, короче, посмотрите в интернете. Гудьер, рекламных ссылок не будет, потому что это не реклама, это обзор. Прожимайте ваши императорские лайки. Давайте, может, на руке вот так прикину. Не, ну, классно смотрятся, ребят. Серьезно, ну, мне нравится. А с вами был еще разок. Увидимся. Покеда.